Хлеборубы области продолжают уборку зерновых. Основную массу ячменя и пшеницы примет крупнейший в регионе Жилаевский комбинат хлебопродуктов. Его мощности позволяют хранить до 150 тысяч тонн зерна и муки. Этот объем превышает годовую потребность всех жителей при Урале. Наши коллеги подробнее о зерновых. Первое зерно на Жилаевском КХП приняли уже в середине июля, а зимой в этом году созрели раньше. Этому способствовала жаркая погода. Однако уже в августе она и подпортила вид на урожай. Сейчас уборка идет с переменным успехом – от дождя до дождя. Но тем не менее в Закрома уже заложено больше зерна, чем в прошлом году. Кроме того, остатки прошлых лет составили 60 тысяч тонн. Их доставили в город из северных зерносеющих районов страны. На сегодняшний день на Жилаевском элеваторе принято зерна нового урожая – 31 тысяча тонн. Ожидается по этому году, по данным Управления сельского хозяйства, где-то валовый сбор порядка 150 тысяч тонн в валовом сборе. Но мы где-то рассчитываем принять на переработку и приобрести у крестьян порядка, может быть, 60-70 тысяч тонн. Самый крупный зерносеющий район области – Зеленовский. Он дает около половины всего объема собираемого зерна в регионе. Эти дожди прошли серое, а так у нас зерно и хорошее, и нормально. Когда закончите вообще уборку? Уборку, если погоду даст, мы, наше крестьянское хозяйство, загонимся сегодня или завтра, если погоду даст. Сколько у вас урожай на сейчас? Яровое – 15. Это у нас, сколько я здесь, ребята, послушаю, самый лучший урожай у нас. Мало вырастить хороший урожай, нужно зерно убрать и сохранить. А перед этим оно пройдет проверку в лаборатории, где и определят его класс. В нашем регионе произрастает только пшеница мягких сортов. Это пшеница белозерная, тип 3. Произрастает районированный сорт Западно-Казахстанского региона. По фракциям, если мы ее делим, на содержание сорной и зерновой примесей. С подкомбайна зерно поступает, как вы видите, сорное. В сорная примесь входит органическая примесь, сорные семена, трудноотделимая примесь. В зерновую примесь входит битые зерна, мелкое зерно, проход мелких зерен, проросшие зерна, изъеденные, щуплые. В этом году у хлеборубов из-за дождей зерно начало прорастать в колосе. Это значительно снизит его качество. Что касается цены, то пока оно держится на уровне прошлого года. По этому году цена на пшеницу составляет 30 тысяч тенге без НДС и 32 тысячи тенге с НДС. Что позволяет работать нам как комбинату на сегодняшнем рынке Казахстана по продаже муки. Мы в основном по-любому ориентируемся на стоимость муки. Цены на хлеб и муку диктуют не в нашем регионе. Поэтому их стоимость во многом будет зависеть от объема собранного урожая по стране. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.